Дерипаска врежет по Америке автопробегом Общество Санкции 2 декабря 8.22 Дерипаска врежет по Америке автопробегом Владелец ГАЗа отправит рабочих в агитационное турне по Европе Сергей Аксенов Комментарии в просмотров 1349 Фото Михаил Солунин ТАСС материал комментируют Владислав Жуковский Михаил Синельников Форишак Федор Бирюков Рабочие группы ГАЗ Принадлежащие олигарху Олегу Дерипаске Проведут автопробег по странам Европы Цель привлечь внимание к проблемам предприятий Возникшим из-за американских санкций Группа рабочих на автомобиле ГАЗель Стартует в Нижнем Новгороде Проедет через Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию И завершит свой маршрут длиной в 4000 км в Германии Санкции вредят всей глобальной автомобильной отрасли Все наши европейские автомобильные партнеры и поставщики хотят работать с нами, но не могут планировать проект сотрудничества с нашими заводами из-за санкций, цитирует Интерфакс председатель рабочего совета ГАЗа Евгения Морозова Масштабы бедствия завода в Дерипаске действительно огромны Речь идет о 40 тысячах работников группы ГАЗ и 400 тысячах смежников вместе с семьями ГАЗ объединяет 13 предприятий в 8 регионах РФ Производящие грузовики, автобусы, легковые автомобили, автокомпоненты и силовые агрегаты Чувствуется, что на ГАЗе трудятся креативные люди Ранее рабочие входящего в группу Ярославского моторного завода записали рэп-композицию, где пели «Сохрани рабочий класс» Сейв ГАЗ, Сейв ГАЗ Целью музыкальной самодеятельности были те же требования к американцам перестать душить российское предприятие санкциями Читайте также Загадка пенсионной реформы Как дотянуть до 80 лет, если отдать концы легко можно в 60 вопросительный знак 65 Шансов дожить до нормальной пенсии у россиян практически нет По форме забавно, но с политической точки зрения самоубийственно Писали тогда в СМИ Попытка вручить свои требования американскому послу США в день независимости США и вовсе окончилась провалом Посол проигнорировал русских рабочих Позже он цинично отметил, что каждый может выражать свое мнение Вероятнее всего, автобизнес Дерипаски ждет крах Или контроль над ним захватит американцы Как они сделали это с алюминиевыми активами олигарха Принудив его добровольно снизить свою долю ниже 50% и согласиться на контроль над активами со стороны американских и британских директоров Фактически, Россия потеряла свою алюминиевую отрасль, а теперь теряет автомобильную С другой стороны, по мнению директора Института Свободы, члена бюро партии Родина Федора Бирюкова Предстоящий автопробег имеет все шансы стать феоричным стартом нового этапа рабочего движения в России Интересная намечается акция В стиле ночных волков Они же не распроводили мотопробеги, в частности, в честь Дня Победы и вообще за Россию И это тоже вызывало ажиотаж и раздражение в Европе А теперь инициативу смотаться голопом по Европам проявили уже транспортные рабочие При должном медийном освещении, при нужной артподдержке это, наверное, было бы ярко Но это, скорее всего, будет использовано внутри России как очередное шоу Никакого практического результата от акции ждать не приходится Кроме того, что рабочие, я надеюсь, неплохо проведут время, посмотрят мир Это будет рекламная акция в стиле наших пропагандистских СМИ СП, жаль Неужели нельзя ничего сделать? Было бы здорово, если бы в ходе автопробега наши рабочие закон тачили с протестными профсоюзами Особенно тех предприятий, которые сами терпят убытки от антироссийских санкций Здесь можно было бы сделать ряд политических заявлений Наладить международное народно-дипломатическое сотрудничество И даже готовить более масштабные акции с политической направленностью Так что у них есть шанс использовать время не только для езды с ветерком Но и для настоящей политической работы, по которой рабочий класс уже давно соскучился Экономист Владислав Жуковский считает, что раз Дерипаска не способен должным образом управлять приватизированными в свое время предприятиями Государство может их национализировать за символическую плату Это типичный случай, когда голова не дает покоя рукам и ногам Видимо, у газа действительно все не очень И с точки зрения выпуска машин и комплектующих И с точки зрения продаж и прибыли Не зря же они работали неполную, четырехдневную, рабочую неделю Так что намеченный автопробег в Европу с жалобой на санкции это крик отчаяния Когда руководство не может решить стоящие перед ним производственные и сбытовые проблемы То только и остается, что тратить деньги предприятия на такие вот пиар-акции СП, представители трудового коллектива утверждают Что это позволит им как-то солидаризоваться с потенциальными смежниками в Европе В Чехии, Польше или Австрии людям не холодно, не жарко от того, есть там газ или нет Не надо переоценивать нашу роль на европейском рынке Это доли процентов Для европейских поставщиков комплектующих отсутствие газа, конечно, неприятно, но не смертельно В условиях, когда зарплаты на газе очень скромны, а не скромны Если брать из сетки зарплат топ-менеджеров и руководства Все это больше похоже на промывку мозгов рабочим Возможно, и со стороны руководства профсоюзов К сожалению, почти 90% профсоюзов у нас это структуры, созданные самими владельцами бизнеса Их руководство, как правило, срощено с ними Вместо того, чтобы отстаивать интересы работников по соцпакету, зарплате, по отпуску, по пенсионному плану Они занимаются организацией флэш-мобов СП, раз Дерипаска оказался несостоятелен То, может, государству стоит вмешаться в ситуацию Газ частная компания и государство не обязано создавать для группы какие-то условия Там может быть две проблемы Первая проблема сбыта для газа это Россия А российская экономика находится в состоянии кризиса Темпы роста едва отличимы от нуля Поэтому и продажи автомобилей в этом году упали Куда государство денет выкупленные автомобили, если они не нужны людям и бизнесу? А программы автолизинга, запущенные ранее, в условиях стагнации тоже вечно действовать не могут Вторая проблема поставщиков это проблемы самого газа Пусть ищет поставщиков, если не в Европе, то в Китае, Японии, Турции, Южной Корее и Те Тяжелый случай, Поклонская ставит крому диагноз Южный берег больше не манит врачей Работа каторжная, высокие зарплаты только у руководства Ведь он же разоружился Исполнил все, что от него требовали американцы Он запустил их к управлению своими алюминиевыми активами Некоторые предприятия там даже не могут перейти в российскую юрисдикцию без разрешения американцев Тем не менее, его продолжают держать на коротком поводке И он прибегает теперь к любым инструментам, чтобы снять эти ограничения В целом для российского имиджа на это убогое мероприятие Всегда, когда мы просим кого-то о чем-то за внешним периметром Мы выступаем в роли туземцев, управляемых СП, а может, это не Дерипаска инициировал, а наши власти Мы же пытаемся снять санкции Если это так, то это еще печальнее Надо понимать, что чем сильнее вы обозначаете, что санкции проблема Тем сильнее нас будут ими прижимать Раз уже простой люд у нас не может терпеть То значит, давление работает и его надо еще сильнее ужесточить А не снимать На международном уровне по-прежнему царит первобытный общинный строй Если ты просишь, значит, ты слаб Тебя будут гнуть и дальше Во всем мире все страны попыткам введения санкций всегда сопротивляются Когда США пытались наказать Саудовскую Аравию за убийство Хашоги Там все надыбы встали на всех уровнях Огрызнулись немедленно Пригрозили отказаться от американских гособлигаций То же было в Турции, в Китае, везде Во всех странах апеллируют к собственному самосознанию Никто не ползет на коленях А у нас так не очень принято А потом удивляются Почему по отношению к нам так себя ведут? Да потому что мы сами это позволяем Поэтому очень хотелось бы думать Что эта инициатива исходит не с политического уровня Санкции Медведев о санкциях И в этих условиях можно жить и развиваться Новости политики В Госдуме считают, что Европа устала от санкций против России